слышно слышно хорошо отлично прекрасно слышно все тогда начинаем спасибо так по какому проводу я собрал вас уже партнер значит смотрите не все-таки через долгие перипетии почему потому что очень сильно проверяли нас меня собственно говоря проверяли на тут для того чтобы зарегистрировать компанию в голландии вот три раза проверки были опросы были видеоконференции я с ними проводил встречались допрашивали что за компания как она будет работать потом делали паузу конечном итоге нас зарегистрировали в общем мы прошли все проверки мы легальная компания теперь зарегистрировались в голландии город амстердам я там скинул ссылочку на данные по компании так что мы в реестре уже есть если кому-то из партнеров будет интересно может всегда зайти по этим данным проверить что да действительно такая компания существует и я являюсь и учредителем и директор этой компании теперь что делаем дальше по этому вопросу значит мы будем с вами с партнерами заключать два договора первый договор будет называться договор займа это не обязательно но кто желает договор заключать для чего я делаю такой договор займа то есть компания занимает сроком на один год деньги и обещаю обязуется вернуть эти деньги в течение одного года смотрите что происходит когда вы вкладываете покупаете пакет я эти деньги собираю на то чтобы провести рекламную кампанию а потом вы начинаете зарабатывать и вы все равно эти деньги возвращаете и некоторые из вас уже вернули те деньги которые вы вложили я хочу услышать есть такие люди которые уже вернули деньги которые вложили да конечно есть это говорит о том чтобы мы ушли немножко от налогообложения то есть если мы будем полностью то есть мы будем брать как инвестицию эти деньги и потом возврат мы будем два раза платить налоги и за это и за это а в таком случае если мы будем оформлять просто как заем компания занимает сроком на один год получается что вы выкладываете деньги а мы как вроде как долг возвращаем и вот эта сумма не будет облагаться у нас налогом параллельно мы будем заключать второй партнерский договор по которому вы уже будете зарабатывать то есть мы сначала отрабатываем первый договор как бы компания взяла в долг и мы долг по сути рассчитываем мы вернули вам прибыль а основе так как только мы вернули деньги вступает следующий договор которому говорим о том что вы являетесь рекламными партнерами рекламными агентами которые помогают рекламировать наш проект и за это вы будете зарабатывать по сути в чем как бы нас наше сотрудничество будет вот вот эти вот лайки комментарии лайки это своего рода реклама и мы за рекламу будем вам платить вот эти вот партнерские деньги которые вы будете зарабатывать и таким образом мы легализуем нашу оплату с каждым партнером мы заключаем договор в котором мы описываем что мы являемся компанией которые собственно я не буду рассказывать про компанию вы все знаете в том плане что мы будем продвигать услуги для того чтобы специалисты которые оказывали услуги регистрировались у нас как специалисты люди которые ищут услуги через наш сервис находили их а партнеры как бы делая рекламу чтобы это все происходило будет получать вознаграждение вот такой второй договор будет расписан как партнерский вот в таком русле мы будем с вами сотрудничать партнер партнер проекта это человек который помогает рекламировать и за это получает вознаграждение легального заграждения вот теперь по поводу на тех людей которые задают вопросы я вот там отработал столько-то дней мне уже положен партнер я отвечаю сразу на этот вопрос что на данный момент у нас конечно же не так быстро идут партнеры как хотелось бы то есть вот перерыв который связан с военными действиями с моим отсутствием потому что я находился в городе мариуполе мне вообще связи 20 с лишним дней не было и на этот период как бы у нас было затище и спад прихода партнеру как бы приостановился и мы сейчас находимся в стадии как вот когда мы начинали с вами постепенно рост шел все больше и больше партнеров шло только точно так же сейчас партнеры идут постепенно начинают наращивание прихода партнеров и не так не так много как бы но не хватает на всех вас то есть и с одной стороны нам надо достичь того уровня который был довоенный когда у нас партнеры пошли хорошо но это займет какой-то период и я просто хочу сказать чтобы не переживали если вы купили пакет вот в той период как действует так что вы получаете 5 партнеров без приглашения вы обязательно их получите но просто их сейчас нету такого количества чтобы каждому сейчас выдать положенных партнеры полученный срок и я конечно прошу прощения но такая ситуация но я думаю что мы сейчас ближайшие там в течение месяца выйдем уже на те показатели которые у нас были раньше тем более вот у меня очень много партнеров спрашивали хотели увидите документы насколько помню глеб у меня спрашивал вот такие моменты где кстати есть на связи вот ну то есть есть много партнеров которые готовы будут вложить наш проект инвестицию в виде партнерства но хотели бы получить больше гарантии в виде того чтобы компания была легальна но у нас на следующий день вот этот момент как бы уже на реализован мы легализовались и легализация произошла в таком городе как амстердам у колландии вот есть юридический адрес есть все данные и это я думаю что добавит каких-то плюсов к гарантиям людям что мы все-таки движемся не какая-то там компания которая собрать бы как говорится надкусить и убежать здесь нету такого здесь постепенно идем к нашей цели медленно но уверенно да конечно война нас немножко притормозила но у нас даже есть человек пять-шесть попросили вернуть деньги вернул и если кто-то хочет вернуть деньги связанные с такой ситуации когда действительно людям тяжело я в принципе по просьбе возвращаю без проблем вложенные деньги согласно тем правилам которые описаны в нашем там держат раздел правила есть возврата денег читайте пожалуйста внимательно то есть если в течение 15 дней мы возвращаем сто процентов деньги а уже если там больше и больше там месяц два три то там идет процент который мы снимаем за возврат деньги мало того еще есть функция продажи своего пакета можете продать свой пакет с учетом тех наработок которых у вас есть только согласовывайте пожалуйста со мной чтобы то есть вы говорите я хочу продать проект по пакет и вы можете выставить его на продажу в будущем пакеты конечно же будут продаваться у них будет некая рыночная цена я в предыдущих встречах не рассказывал об этом что у пакетов будет рыночная цена и на этом тоже можно будет заработать то есть вот таком плане теперь давайте перейдем к вопросам все ли понятно что что я вам рассказал и если что-то непонятно давайте задавать и постараюсь ответить чтобы было больше понятно той ситуации которая нас есть я думаю вопросы подготовили вопрос а вот это документации вы будете прислать по почте или в электронном виде как это будет происходить а смотрите я в течение двух-трех дней сейчас попрошу программистов чтобы они сделали ссылку на скачивание этих скачивание документов ну я не знаю там два три четыре дня на это понадобится и в кабинете у вас появится функция там где вот кнопочка проекте она сейчас ведет на чат-бот а мы немножко там переделаем она будет вести и на чат-бот и на документы распечатать тихо процентом не происходить смотрите давайте вот хорошие вопросы как бы чтобы я когда-то давно рассказывал это но я повторюсь еще как это происходит вы скачиваете два на документ распечатывать его двух экземплярах что партнерский договор что договор займа если кто-то пожелает такой договор заключить то я заключаю то же самое в двух экземплярах потом вы мне этот подписывать этот договор и оба экземпляра отсылаете мне я укажу адрес куда их отсылать те люди которые находятся в украине это можно будет сделать через новую почту или же по почте я буду получать эти документы подписывать их и экземпляр уже подписанные вами и мной буду отправлять обратно и у вас получится на руках уже договор с подписанной вами один экземпляр и мной как директором компании халки руководителя компании халки один экземпляр останется у меня один экземпляр я вам отсылаю обратно в обратную сторону и вы получите договор на место иметь на руках печальный это для тех людей которые находятся в украине такое момент будет делать те люди которые находятся в других странах тут надо будет разработать механизмы как это все сделать это может быть в электронном виде сделать и заверивать с заверением будем так говорить я еще механизм окончательно не не проработал как это делать тем более надо делать в разных странах по-разному но один из вариантов будет это электронная подпись в электронном виде мы будем подписывать такие документы кто захочет бумажном виде там нужно будет обговаривать как этот вопрос переслать друг другу почта в принципе работает международная почта работает я думаю мы эти вопросы порешаем может быть не сразу не так быстро но в любом случае мы эти вопросы порешаем еще вопросы пожалуйста добрый вечер всем сергей васильевич а вот спросить у меня такой вопрос этот бизнес его можно будет придать по наследству ну например детям да вот то в договоре это как-то указывается кому ты можешь подарить или кто может унаследовать твой бизнес или как это в договоре будет смотрите вы можете в любой момент его продать подарить или подать по наследству так и это в договорах и будет написано вы передаете свой логин и порой человеку которому продаете и договор переписывается на этом человеке этот механизм и отрегулируем проблем то есть продать подарить и подать по наследству можно будет любой пакет спасибо большое и василий здравствуйте а скажите пожалуйста а можно ли приобрести еще пакет с денег которые находятся в личном кабинете да у нас такие случаи уже были просто напросто ставить эти деньги на вывод но мы я вам не перечисляю эти деньги а перечисляю на счет нового пакета и для этого надо необходимо зарегистрировать еще один аккаунт это делается таким образом вы берете свою ссылку приглашения со своего кабинета копируете ее открываете в телефоне или же в компьютере режим инкогнито это в правом верхнем углу есть такие три точки нажимаете там есть выскакивает меню менюшке есть там третья по моему по счету открытие в режиме инкогнито открываете в режиме инкогнито вставляете свою ссылочку открывается наше поле регистрации с вашим реферальным номером вы регистрируете сами под себя и получится один кабинет с первым пакетом а второй кабинет со вторым пакетом это как бы выгодно для вас будет почему потому что вы будете больше зарабатывать за счет этого каким образом в первом кабинете когда мы вам дадим исполнителя и проведем рекламную кампанию через пунктильность работать вы начнете получить доход из исполнителей которые находятся первым кабинете и это 24 процента а 12 процентов вы будете получать с исполнителем который находится в кабинете который находится ниже по уровню То есть 24 плюс 12 – это 36% вы будете зарабатывать на исполнителях с первого и второго кабинета. А еще, пожалуйста, вопросы. Сергей Васильевич, я пенсионерка. Нужен мне ли этот договор? И второй вопрос. Я хочу подарить своему сыну один из пакетов. Нужен ли договор, и чтобы в договоре, ну, оговаривался вот этот вопрос дарственного? Ну, смотрите, я договора заключаю со всеми желающими. Вот кто захотел заключить договор, с тем я заключаю. Кто не хочет, это ваше право, так будем говорить. А передать пакет, вы просто пишите мне, что вы передаете пакет. Вот у меня буквально недавно была ситуация, когда я передавал пакет от одного человека к другому. Мне написал один человек, что он хочет отдать пакет другому. И тот подтвердил, что да, он принимает этот пакет. Когда я получил подтверждение с двух сторон, человек, который берет этот пакет, просто меняет пароль в кабинете. И все, уже человек, который был до этого, он просто не знает пароль, он не может войти в этот кабинет. Тот человек, который будет в этот кабинет. В дальнейшем у нас сейчас функции такого нету, но в дальнейшем будет в ближайшее время реализована функция, что мы сможем менять имя в кабинете. А вот, ну все равно, я пенсионерка, зачем мне этот договор нужен? Еще раз повторяюсь, это ваше право заключать договор или не заключать договор. Если вы хотите, мы с вами заключаем договор. Если кто-то не хочет, не может не заключать договор. Спасибо. Скажите, Сергей Ватерьевич, как насчитывается кэшбэк за лично приглашенного человека? Значит, смотрите, выключите там микрофон у кого-то, там дети разговаривают, пожалуйста. Значит, смотрите, стоимость пакета 20% и минус 8% от той суммы. То есть, если пакет стоит, допустим, стартовый пакет при покупке, там 60, я не помню, минус 10, там 75, минус 10%. Если покупает человек, то ему начисливается 20% минус 8. 8% идут на налоги у нас. На налоги, на вот эти переводы, мы когда перечисляете деньги, мы там платим 5% налогов, плюс 3, там несколько процентов за перевод этих денег и перевод вам. Вот эти все проценты, это в общей сложности, пока не снимается 8% от суммы. Сергей Васильевич, очень такой интересный вопрос. Вот по налогам мы должны будем платить налоги или компания будет оплачивать налоги? И как вообще вот эта вот ситуация будет, потому что, чтобы не получилось так, что налоговая потом тебе может предъявить претензию, что ты получаешь доход, а не платишь налоги? Я этот вопрос уже отвечал в предыдущих наших видео встречах, но я повторюсь. Смотрите, у нас будет три вида сотрудничества. Первый вид сотрудничества, когда мы будем платить налоги за вас и будем высчитывать и отчислять вам деньги уже с учетом выплаченных налогов. Вот если у кого-то есть такой, может быть, монобанк, у кого есть, скажите, пожалуйста. Есть монобанк. В монобанке там есть такая функция, как кэшбэк. И когда вы переводите кэшбэк, там снимается процент. Не обращали на это внимание? Да, да, есть такое. Да, да. Есть такое. Вот точно так же и мы будем делать. Это первый вариант. Второй вариант – вы можете быть приватным предприемцем, частным предпринимателем. И вы можете этот доход включить в свои доходы как приватного предприемца. Тогда мы с вами будем заключать договор как с приватным предприемцем, то, что вы доказываете на услуги, и... И третьего – вы как физическое лицо получаете деньги, но вы обязаны один раз в год заполнить декларацию и заплатить подоходный налог. Ну, вот три варианта, которые будут работать, и с каждым человеком мы будем обговаривать, по какой схеме будет человек работать. Ну, науке нам нужно будет платить обязательно. Так, так или так. Доброе утро. Дивите, у нас была акция, яку я продолжу до 15 числа. Если вы помните, сейчас есть акция на подарочные хелфи-койни. И когда закончится эта акция, то с 15 числа начнут действовать новые правила, которые я озвучу десь за два-три дня до 15 числа. И там будет расписана вот эта ситуация, которую вы меня спросите, что хелфи-койни можно будет заработать, можно будет купить, и там будут расписаны правила по этому вопросу. То есть, они вступят в дию после закинчения этой акции, которая дается на сегодняшний день, что все деньги, которые вы вкладываете в проект, на каждый доллар, который вы вкладываете, вы получаете 10 хелфи-койнов. Она дает до 15 квитня. 15 квитня включен или не включен? Да, включен. 15 квитня включен. Пожалуйста, еще вопросы. Чем будут отличаться партнеры, которые заключили договора, и которые не заключили договора? Какая разница между этими партнерами? Есть люди, которые доверяют проекту, просто верят и все, не заключают договора. В принципе, а есть люди, которые хотят подстраховать себя. Ну, вот те, кто хотят подстраховать, они заключают договора. Ну, документ есть документ, так будем говорить. У меня такой вопрос, Сергей Васильевич. Если я доверяю проекту, но вдруг со мной завтра что-нибудь произойдет, не произошло. Как мой этот пакет может передаться моим наследникам или где это может быть? Давайте тогда все-таки обговаривать эти моменты. Не поняла. Я думаю, что это очень хороший вопрос. Давайте все-таки мы его поставим. Я думаю, что нам в таком случае надо сделать в кабинете, в личном кабинете, какой-то поле, где вы сами будете определять. Я об этом не думал, но вопрос действительно очень хороший и очень важный. Мы реализуем, но это не скоро, не сейчас, прямо буквально на днях это произойдет, но в ближайшее время мы реализуем эту функцию, чтобы вы могли зайти в кабинет и написать, что в случае, если в моем отсутствии, то вот такой-то человек и вписывайте данные, какие человека может пользоваться моим кабинетом. Спасибо, важно, благодарю. Типа доверенность я могу кому-то сделать, да, на кого-то доверенность заключить? Да, в личном кабинете будет специальное поле, которое мы реализуем. Сейчас этой функции нет, но в связи с тем, что я получил такой вопрос, а он действительно важный очень, мы реализуем эту функцию, что в личном кабинете будет написано, что вы сами запомните лично, что в случае там такой-то, такой-то ситуации логин и пароль может поменять вот этот человек, он может обратиться ко мне, и я ему дам новый логин или пароль, и он будет пользоваться вашим кабинетом. Сергей Васильевич, слышно меня? Да-да. Смотрите, у меня, допустим, пакет за 200 долларов куплен, 1400 начисленных хелфи-коинов. Это как? Тут должно быть 2000, или это что-то, как-то... Значит, смотрите, мы начисляем на вложенные деньги, то есть, если вы купили пакет сразу, то там начисляется кейн на ту сумму, которую вы уложили. Если вы купили пакет в рассрочку, часть денег заплатили своих, а часть заработали внутри проекта, то вот на те деньги, которые вы заработали в проекте, мы кейн-коины не начисляем. Но после 15-го числа я разработаю правила, по которым вы сможете зарабатывать дополнительные опекологии. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос. Я тоже вот хотела была спросить по поводу того, что, учитывая сейчас в нашей стране такие события, что не знаешь, как. Сегодня живешь, завтра кто знает, как будет. Можно ли, допустим, тогда писать в своем... ну вот где мой там код и все такое написать не одного человека, а двух человек. То есть, допустим, кто-то из них, кто обратится, вот, и тому перейдут все права. Ну, не одного, а двух. Ну, понимаете? Когда подумайте. Я понял. Ну, скорее всего, надо будет реализовать такую функцию, что вот есть два человека, ну, это мысли вслух, так будем говорить. Я еще не думаю, надо будет подумать, как это правильно сделать, но приблизительно вариант такой, что вот этот первый человек имеет приоритет, но если он не обратился, то да, второй человек. Ну, как вариант такой можем рассмотреть. Скажите, пожалуйста, хелпи в коины, на какой будут они криптоби? Смотрите, это... По сути, это токены. Есть... Давайте я вам сброшу ссылочку в чат, в общий чат. Там есть такая биржа, вы можете изучить ее, почитать, что это такое, как оно работает, как продаются, как покупаются эти вещи. Вот. Но еще раз говорю, что мы на биржу будем выходить не раньше, чем август месяц. у нас будет предстарт, потом к августу мы подготовимся, будем выходить на биржу, будем выпускать наши коины. Сергей Бахеевич. Я прошу прощения, еще... Извините, пожалуйста. Смотрите, чтобы вы понимали как бы логику этого движения. Сначала нам нужно набрать необходимое количество партнеров и провести рекламную кампанию, запустить проект. То есть, чтобы проект заработал и чтобы партнеры начали зарабатывать. Это очень важный факт, потому что, когда мы запустим проект и он уже будет работать, сам проект, и вы будете зарабатывать, тогда, когда мы будем выходить на биржу, мы будем говорить, ребята, проект наш работает и зарабатывает. И поэтому мы выпускаем хелфи-коины и они тогда будут врасти в цене. То есть, до того момента, пока мы не запустим проект и не начнем монетизация, нам как бы невыгодно выпускать хелфи-коины, потому что мы всему миру, вот людям, которые находятся в крипто-мире, мы должны показать, что у нас проект рабочий и тогда они будут, тогда цена на коины будет расти. Потому что мы покажем, что проект работает в одном, втором, третьем городе, а он может работать в десяти, в пятидесяти, в ста городах, в разных странах. Вот только так это работает. Надо показать, что проект рабочий, что он приносит доход и тогда коины будут расти в цене. Ну, это как акции компании. Если компания работает, приносит прибыль, то акции компании растут. Если компания перестает работать, акции падают. Этот коин, это те же акции. Подскажите, пожалуйста, если я сейчас не хочу пока заключать договор, то могу ли я его заключить там, например, через полгода и позже? Ну, я же сказал, при желании. То есть вы говорите, я хочу заключить договор и мы начинаем с вами процедуру, как это правильно сделать. Если в Украине, тогда вы присылаете мне по Пушке, я указываю адрес, куда присылаете. Я один договор подписываю, второй подписываю. Вы подписали два экземпляра, пришлете ко мне. Я подписал два экземпляра. Один договор отсылай у вас, один договор будет у меня, один у вас. И эта процедура займет какое-то время, пока эти договора придут туда, назад. Ну, то есть вот так эта процедура. Когда вы захотите заключить договор, вы мне просто в чат пишете, Сергей, я хочу заключить договор. И мы начинаем эту процедуру. Я вам скидываю реквизиты компании, скидываю болванку, которую вы заполняете, вы ее на флешку берете, идете, распечатываете, в бумажном виде подписываете и отсылаете мне эти экземпляры. Ну, я эту процедуру распишу, как это все будет работать. Спасибо. То есть в любой момент. То есть когда вы напишете, тогда и начнем заключать договор. А можно еще и вручку? Не можно, а нужно. Давайте так, спрашивайте, если есть вопросы, задаем. Скажите, а если у меня, допустим, два пакета, ну, два кабинета, да, я могу заключить только один договор или надо два заключать? Мы будем с вами заключать один договор, в котором укажем два пакета. А, ясно, спасибо. Зачем бумаги больше тратить? Достаточно в одном договоре это все прописать. Скажите, пожалуйста, вы не задумывались о том, чтобы приложение уже работало в данный момент с ситуацией в Украине? Ну, например, та же самая гуманитарная, и люди увидят то, что проект рабочий, и может быть так партнеры тоже начнут присоединяться? Смотрите, у меня сейчас программисты дорабатывают проект. Шаг один. В ближайшее время мы выпустим приложение на Android и iPhone, и его нужно будет протестировать. Что такое протестировать? Вы каждый на свой телефон установите, попробуйте попользоваться этим приложением. Возможно, там будут какие-то баги. Их надо будет исправить, чтобы приложение на Android и на iPhone четко работало. Для нас это важно. Почему? Потому что нам это нужно сделать до старта рекламной кампании, чтобы когда мы уже подготовимся и начнем рекламную кампанию, чтобы у нас приложения и сайты работали хорошо. И это мы будем тестировать. Вот после тестирования, когда тестируем, уже все скажут. Тут я пояснил один момент, может быть, кто-то не знает. Смотрите, есть такой телефон, который называется Android. Есть iPhone, а есть Android. А Android есть очень разные. Есть китайские Android, есть маленький экран, есть больший экран, есть еще больший экран. У них одна операционная система, у других другая операционная система. А есть кривые китайские телефоны, в которых железо одно стоит, а операционная система совсем другая, не подходящая. Телефоник скачивает наше приложение на свой кривой китайский телефон. А там какая-то функция не работает. Что он делает? Он заходит на маркет и пишет, козлы, вы сделали плохую программу, она не работает. Она, по сути, она работает хорошо на нормальном телефоне, но на его телефоне это не работает. И он напишет нам проходит отзыв, что якобы мы, криворукие программисты, сделали плохую программу, которая у него не работает. Но об этом многие не знают. Если вы зайдете в Play Market, начнете читать отзывы на разные приложения, там очень часто люди пишут, это не работает, это ваши криворукие программисты. Вот почитайте эти все вещи. Почему это происходит? Потому что люди неопытные, они выкладывают приложение в Play Market и не задумываются над тем, что спектр андроидов очень большой, и нам придется подстроить программу под каждый андроид. То есть, если на каком-то андроиде не работает, то нам нужно посмотреть, почему оно не работает. Это связано с операционной системой в этом андроиде. И, как говорят в народе, вставить какой-то косты для этого телефона, чтобы оно работало, эта функция, которая у него не работала, чтобы работала. И нам нужно обязательно это все сделать, потому что, когда мы запустим мощную рекламную кампанию, и куча народа начнет скачивать, и исполнители, и клиенты начнут скачивать, и если у них начнет не работать, то мы получим кучу плохих отзывов в нашем Play Market. Для того, чтобы этого не произошло, нам вместе придется еще поработать над этим, чтобы мы протестировали и сказали, да, везде работаете, тогда мы смело можем выходить вот на тот момент, который вы говорите, чтобы выйти и начать работать. Я не хочу, чтобы под нашим приложением была куча отзывов, которые с китайскими кривыми телефонами, а человек это не понимает, что у него там какой-то, он купил телефон какой-то кривой, и наша программа не работает не потому, что мы плохо ее сделали, потому что у него железо и телефон сам кривой, а он напишет такой вот отрицательный отзыв, ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Добрый вечер. Добрый вечер. Подскажите, а HelpyCoin'ы не всем, да, начисляются? Или приложение вообще не работает? Просто у меня в приложении в кабинете пока ничего нету. Нет, приложение Кэффлэкпоин появится после вот момента, когда мы начнем тестировать. В кабинете только есть. Смотрите в кабинетах. Если в кабинете нету, то обязательно мне напишите, потому что я вроде бы все начислил, но может кому-то пропустить. У меня в кабинете нет, и приложение немного некорректно работает, но самое первое, я установил его еще. В ближайшее время будем тестировать. Будет обновление, вы увидите, что вышло. Ну, я сам объявлю, что обновление вышло. Спасибо. И уже, будь конкретно, что не работает, какая кнопка не работает? Выбивает, то есть, когда входишь в кабинет, получается, оно как бы выбивает постоянно. Это в телефоне, в приложении, да? В приложении. Да, 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 в приложении. Оно как бы выбивает травму. Да, там функция входа в кабинет отключена. Понял, понял. Скажите, пожалуйста, сейчас мы работаем с Facebook, а будем мы еще работать в других соцсетях, давать рекламу? Да, мы работаем над этим. Мы попробовали поработать, буквально до войны начали работать ВКонтакте. Нет, как я так понимаю, ВКонтакте, да. Но потом, в связи с войной, мы прекратили этот момент. Сейчас работаем над тем, в каких еще соцсетях работать мы будем работать. Ну, есть хороший момент, это TikTok. Сейчас очень популярная площадка. Вот, в TikTok мы точно начнем работать, в Instagram будем работать и в Facebook. Вот, по поводу ВКонтакте, но пока ведь война не закончится, мы там работать не будем. Еще, пожалуйста, вопрос. А в TikTok как? Вы уже там набрали подписчиков себе? Да, да, уже 1200 есть, но почему-то мне недоступна кнопка трансляции. Я сейчас веду с ними переписку, чтобы они мне добавили к трансляции экрана. Вот, и как только какая-то кнопка появится, я начну делать посты в TikTok. Ну, я не просто хочу там просто выступать, я хочу с демонстрацией экрана это работать. То есть, рекламные посты с демонстрацией экрана, чтобы было. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, я только-только присоединился к эфиру. Вот, насчет договоров, как раз вот тема сегодняшнего эфира. по поводу договоров, это вам в личку вписать, да? То есть, я прослушал большую часть. Смотрите, мы сейчас в кабинете реализуем кнопку вот это о проекте, которая есть там, кнопочка, она сейчас ведет прямо в чат-бот. В ближайшие дни, там, два, три, четыре, может быть, пять дней, там мы реализуем функцию, чтобы вы могли скачивать договора. Там будет выложена вся информация про проект и кнопка на скачать договора. Вот, вы скачиваете, еще раз повторюсь, вы должны скачать, распечатать два экземпляра, подписать их и выслать его по тому адресу, как будто один подписываю оба и один из них подсылаю вам обратно. И получается, у вас останется один договор, а у меня второй с вашей подпиской. Спасибо. Извините, пожалуйста, что я вклиниваюсь, а если у меня нет возможности его распечатать? Ну, вы в каком-то городе живете? Нет. Ну, я спрашиваю, вы в городе живете или нет? Да. Ну, вы можете зайти в любую компанию, где есть принтер и сказать, вот с телефона прямо зайти и сказать, вот ссылочка, мне нужно скачать и распечатать этот договор. Ясно, поняла, спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Добрый вечер, команда. Добрый вечер, Сергей Васильевич. Скажите, пожалуйста, есть какие-то предположения? Мы как начнем? С Украины, с Киева или, может быть, с какой-то страны европейской? Есть предположения, нет? Ну, я на прошлом видео встрече объяснял ситуацию, что мы как планировали, так и будем планировать запуск в городе Киеве. Тем более, сейчас этот проект очень актуальный, потому что там очень нужно много мастеров в связи с тем, что произошло. И вопрос заключается в том, что если отберем необходимое количество партнеров, уже картина будет более ясна, можно запускаться в Киеве или нельзя. Если это будет нельзя, то где-то за... То есть мы за месяц уже будем определяться, что вот в этом городе запускаемся в Киеве или же ищем альтернативу в другом городе или даже в другой стране. Для того, чтобы запуститься в другой стране, мы тогда сделаем отстрочку еще где-то на полмесяца на месяц, потому что нам нужно будет решить две проблемы. Первое – это перевести приложение и сайт на язык той страны, в которой мы запускаемся. И второе – нам нужно будет юридически как бы с юристами переговорить, чтобы наш проект не противоречил законодательству этой страны. То есть нам нужно определить, в какой стране запускается, чтобы юридически мы... Ну, чтобы... Чтобы потом нас не штрафовали, так будем говорить. Должны поработать юристы и сказать, что наш проект соответствует их законодательству и можно запускаться. Но это будет тогда на месяц где-то отстрочка. Но я все-таки очень надеюсь, что мы будем запускаться в Киеве по двум причинам. а, потому что мы планировали там запуститься, б, потому что этот проект действительно будет очень востребован, потому что надо будет очень мастеров, там ремонтов надо будет очень много. Можно сказать, ну, Кабанчик сейчас конкурирует хорошо в Киеве, поэтому можно бы поконкурировать бы с ним. Ну, конкурентам нам не стоит бояться по двум причинам, потому что похожих же проектов в Киеве было много. Какую-то вещь, допустим, молоко. На полке есть наш проект будет отличаться тем, что мы будем иметь партнерскую поддержку. Я не знаю, вы слышали то, что я рассказывал раньше? Когда мы будем запускать, вот сейчас мы пишем лайки, комментарии для того, чтобы привлечь партнеров. Мы делаем рекламу партнерской программы, что зарабатываете в интернете, работа в интернете, бизнес в интернете, вот такую рекламу мы делаем. Но когда мы наберем достаточное количество партнеров и соберем необходимую сумму на рекламу, тогда мы зайдем в киевские группы и начнем рекламировать уже сам проект Healthy, что вот в Киеве запускается проект, который можно заказать абсолютно любую услугу, можно заказать такси, сантехника, мастера по ремонту электронной, бытовой техники, сантехника, электрика, ну все, что можно сделать. Вот такую рекламу мы будем проводить. И под этими постами вы тоже будете писать лайки, комментарии. То есть параллельно с мощной рекламой за деньги мы будем еще в социальных сетях в ТикТоке, в Фейсбуке, в Инстаграме рекламировать наш проект. То есть у нас будет преимущество по рекламе. Ну и опять же, еще раз повторюсь, мы не претендуем на весь рынок услуг. То есть кто-то будет закатывать через кабанчик, а кто-то будет заказывать через нас. Вот если вы в больших городах живете, все обратили внимание, что там не одна служба такси. Там такси есть одно, второе, третье, десятое. Там есть города, в которых по 20 служб такси. И все они работают, и все зарабатывают. То есть если мы зайдем в город и начнем 3 месяца рекламировать с помощью денег и с помощью партнеров, то мы свой кусочек рынка обязательно возьмем. Какой кусочек рынка возьмем, это зависит от того, как мы сделаем хорошо программу, как мы хорошо прорекламируемся и как мы будем поддерживать это вместе. Ну, будем бороться за это. То есть все в наших руках. Если я понятно, что я ответил, продолжаем дальше. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Когда примерно планируется тестирование программы? Все зависит. Вот я каждый день пишу нашим программистам, которые сейчас дописывают программу на Android, на iPhone. По идее, это должно быть было еще две недели назад. Но, видите, они говорят, еще не готово. Но как только я сразу в чат напишу и сразу спрошу ссылочкой, скажу, начинаем. Я жду дня на день, там, два, три, пять, неделю. Вот сегодня я им еще не прислал. Я этого хочу больше всех, больше, чем вы. Еще, пожалуйста, вопросы. не копить на рекламную кампанию, а все-таки адаптировать приложения под те страны, которые нам сейчас желают помогать. Например, Польша сейчас сумасшедшая помогает нам. И оттуда начать на нашу деятельность. Еще раз говорю, что вы смотрите, нам сейчас не хватает где-то 400 партнеров. То есть почти 600 человек у нас уже есть, еще 400 собрать. За сколько мы их заберем? За месяц, за два, за три? Я не знаю, как пойдет. Я бы не против, чтобы за две недели их собрать. Но такого не будет, конечно. То есть когда будет подходить время за месяц до старта рекламной кампании, я уже буду определяться, где мы будем начинать рекламу. Если будет это возможность в Киеве делать, будем делать в Киеве. Если нет, тогда попробуем в Польше. Ну, для этого должно приложение быть уже действующее. Да, мы должны тестировать приложение и добавить туда польский язык. Ну, юридическое сопровождение, конечно, сделать. Еще раз говорю, если мы будем запускать наш проект в другой стране, это затянется еще на месяц больше. Потому что надо будет сайт, приложение Android, iPhone сделать, чтобы оно на польском языке было. И самое главное, это юридическое сопровождение, потому что мы должны изучить польское законодательство, чтобы наш проект не противоречил их законодательству. может быть это будет легко, а может быть сложно. Поверьте, юридические заковырки это очень важный момент, потому что чтобы не получилось потом, чтобы мы зашли, а наш проект или не запустят, или оштрафуют. Это надо хорошую подготовку сделать, чтобы запускаться в другой. здесь в Украине я знаю, как это все работает, а вот в другой стране надо нанимать юристов, чтобы они прорабатывали все эти нюансы. Здравствуйте. Слышно меня? Да. Скажите, пожалуйста, а я правильно поняла, что в Голландии проект запустили? Как там продвигается? Можно узнать? Нет, вы неправильно поняли, мы просто зарегистрировали наш проект HelpFee в Голландии как юридическую компанию. То есть прошла регистрация, мы долго это занимались, меня проверяли в доле поперек, проверяли проект в доле поперек, чтобы он был легальным таким, чтобы они ну как бы что это не какая-то там пирамида, что это не какой-то там проверка на шахрой да? Да, да, проверили проверили и зарегистрировали. Ну, слово проверили это было долго. Ну, это уже победа маленькая. Еще вопрос есть? Да, согласен. Спасибо. Какая сейчас ситуация с партнерами из России? Ну, те партнеры, которые раньше зашли, они соединяются с нами, вот, те, которые до войны дошли, зашли. А те, которые, вот сейчас произошло, мы новых партнеров не принимаем, пока не закончится война, там посмотрим. те, которые останутся у нас, что уже зарегистрированы, это не отразится на репутации компании? Сейчас все от них, так сказать, отказываются везде, все компании во всем мире. это ну, смотрите, наш проект же не работает в России, сам проект, сам проект работать в России не будет. Но люди то будут зарабатывать на наших услугах через наш проект, так сказать, это не будет как-то непатриотически, скажем так. на сегодняшний день я принял такое решение, что те люди, которые зашли в проект до войны, в основном там у нас пенсионеры, так будем говорить, но если человек будет, как говорят у нас в народе, слишком выступать, то, конечно, мы будем такими людьми прощаться. По-моему, у нас запрещено законодательством и даже это уголовная ответственность за сотрудничество с государством агрессором. Ну, с государством, да. Слушайте, ну, у нас в Украине продолжаем сотрудничать с пенсионерами. Оставаться людьми, ну, не все же плохие, но есть бабушка, у которой это плохие. Вы же посмотрите внимательно, как раз-таки пенсионеры отвечают за то, что они говорят. Ну, не все. У меня есть знакомые, которые поддерживают, звонят, интересуются, Путина, клянули. Ну, и все. Не было потом санкций на нас. Ну, второй вопрос. На сегодняшний день пока мистак. Те, кто зашел до войны, остаются нашими партнерами. Если новых, мы пока не принимаем. Проект в России работать пока не будет. Пока мист не решат, пока другие компании не начнут заходить в Россию. Сам проект работать в России пока не будет. Так, еще вопросы, пожалуйста. Я хочу сказать, что вот к этому разговору, который был, я сам под снарядами, под самолетами, которые боялись. Поверьте, что я как никто понимает с утра. Еще вопросы есть, пожалуйста. Сергей, Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Покупать пакет в рассрочку до 15 марта, брать пакет в рассрочку, то, ну, пиши, за 3 месяца выплатятся эти деньги, то вот эти healthy coins, они будут насчитаны как бы по стоимости пакета, если ты все равно пакет берешь в рассрочку. Нет, смотрите, то, что будет внесено до 15 числа, на них начислятся. Все, что будет после 15 числа, там будут другие правила. То есть, вот, допустим, вы покупаете пакет, вы часть денег внесли до 15 числа, на них начислятся healthy coins. Те суммы, которые вы будете вносить после 15, там будут другие правила. Может быть, я не готов, какие будут правила, мы сейчас над этим вопросом думаем, может быть, там будет просто меньше начисляться. Посмотрим, я не готов ответить на этот вопрос окончательно, но приблизительно вот так. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо. Так, друзья, если нет вопросов, тогда заканчиваем дальше уже позднее время, 9 часов. Одну минуточку, Сергей Васильевич, я вот по поводу этого, что там Россия, Украина, вот у нас был вечером такой переписка такая, как-то я читала и просила закричать, потому что там начиналось одни на другие. Но ведь все же читали правила, наш проект не такой, мы все люди, мы человечные, давайте покажем, что мы человечные. Но если все-таки такие будут, может как-то их штрафовать или что, ну вот что-то делать надо. Я же понимаю, ситуация у вас. Смотрите, у нас в чате там есть много администраторов, не только я. Если вы зайдете в это самое, посмотрите, администраторов много, любой из них может остановить эти переговоры, ну потому что я не все время сижу в чате, иногда еще и отдыхаю. Вот. Так что обращайтесь ко всем администраторам, которые есть в чате. Такие переписки надо сразу пресекать. И я проанализировал этот чат, там какой-то человек зашел, который вообще не наш партнер. Его надо было сразу заблокировать. Кстати, написало, что он вообще не партнер Хелпфи. Ну как кто-то правильно написал, это провокатор. Ну, давайте договоримся, что в чате мы не обсуждаем этот вопрос. У нас очень много есть чатов в Фейсбуке, в Телеграме, там, где мы все эти вопросы отвечаем. И я свою позицию там высказываю. Я захожу в те чаты и даже на своей страничке в Фейсбуке выкладываю такой момент. Но в чате партнерском давайте договоримся, что мы не будем обсуждать эти моменты. У нас, мы партнеры, мы должны стремиться, наша задача совсем другая. У нас проект созидательный, и нам нужно объединить людей, создать команду, запустить проект и развивать этот проект сначала в Украине, потом во всем мире. или сначала в какой-то другой стране, потом во всем мире. У нас работы очень много, и я не хочу, чтобы мы на первых порах начали с друг другом, как говорится, но вы поняли. Еще вопросы, пожалуйста. Да, провокаторов много и по поводу проекта, и по поводу все так же. Если на всех попрощить внимание, сразу добавить. Если кто-то сидит в проекте и хочет стать администратором группы, пожалуйста, я могу сделать администратором, чтобы вы просекали сразу эти разговоры. То есть появляется такая ситуация, там есть кнопочка «ключить чат» или же заблокировать этого человека, то есть сразу можно среагировать. Но я просто не все время сижу в чате. Я как бы я с программистами работаю, с партнерами веду переговоры, там мне звонят по телефону, я по 5-10 минут разговариваю. То есть я за чатом не могу так серьезно следить постоянно. Я периодически захожу, смотрю, но так, чтобы вот все видеть сразу, это у меня не получается. Ни в коем случае к вам претензий нету по этому вопросу. Абсолютно. Мы все понимаем. Это было бы не... Игорь Васильевич, у вас есть вопрос по работе проекта? Да, пожалуйста. Смотрите, я привлек одного из исполнителей, который желает быть исполнителем, и у него сразу возник конкретный вопрос по поводу того, что о каким образом система будет знать, сколько процентов я должен заплатить с чека, если, например, мне заплатили наличкой. Ну, то есть договорились с человеком за 600 гривен, а он заплатил с 200 гривен. Смотрите, у нас будет приложение для исполнителя, для водителей такси отдельное приложение, для исполнителей другое. Когда человек через сайт или через приложение заказывает исполнителя, там будет образовываться заказ. Вот вы посмотрите, пожалуйста, видео, как работает проект. Там есть приложение для клиента и приложение для водителя. И там есть заказ. Заказ нужно будет закрывать. То есть, когда какой-то человек заказал какого-то исполнителя, он пришел, сделал работу, то и клиент, и исполнитель должны закрыть этот заказ. При закрытии заказа они должны указать сумму работы. И тут возможность, так сказать, спекуляции. Может быть, исполнитель скажет, давайте-ка покажем мне 500 гривен. Я не исключаю. Но такие люди будут очень легко вычисляться, потому что у нас есть в нашей команде кандидат наук по искусственному интеллекту, мы там будем внедрять его, эти вопросы будут вычисляться. И таких исполнителей мы будем удалять из проекта. Это первое. Второе, мы будем вводить систему страхования работы. То есть если вы, вам пришли и сделали ремонт техники, допустим, на 1000 гривен, а потом мастер попросил вам показать не 1000, а 200, и вы показали, вы подтвердили, что вы заплатили 200 гривен, а ваша техника сломалась потом. И вы звоните и говорите, вот я вызывала мастера, сделал, а оно не работает. Ну, 200 гривен он вам вернет, потому что вы указали 200 гривен. Ну, как вы думаете, клиенту это будет выгодно указывать меньшую сумму? Понятно, спасибо. На кабанчике все так работают, и я в том числе, потому что я работаю на кабанчике, поэтому могу много рассказать, как это обходится система на минимальные заказы. Другой кабанчик тоже ставит большую. Надо просто всем будет одинаковую комиссию поставить, и тогда исполнитель не будет обходить эту систему. А если как на кабанчике мы ставим 50% увидеть заказ и взять, то понятно, что надо. Ну, то есть каждый хочет зарабатывать, понятно же дело. У меня своя фирма, и мне надо, ну, как-то работать, мастерам работу давать. Ну, вот видите, у нас есть уже специалисты, которые рассказывают, как это все обманывается, а мы вместе с этими специалистами решим вопрос, как этот вопрос решить, чтобы не обманывали. Правильно я понимаю? Пусть и делать не воды. Но у нас же не 50%... Я не могу ответить на этот вопрос. Например, если у меня будет такой исполнитель, который мне будет платить копеечку, то я его просто исключу из своего списка исполнителей, правильно? И заменю его другим исполнителем. Я же буду видеть примерно, ну, сколько с таких исполнителей идет процент. Не примерно, вы будете видеть каждую сумму. То есть у нас реализована уже на сегодняшний день функция, что вы видите каждого исполнителя. Если нажмете на кнопочку на него, вы будете видеть каждый заказ. Дата, время, номер заказа, сумма, который получил проект, сумма процента, который мы сняли, и сколько вы заработали. И если будет отзыв от клиента, еще и отзыв будете видеть. То есть, по сути, это ваша маленькая компания, которой вы будете следить за своими сотрудниками. Главное, чтобы отзывы не превратились в оружие, как банчики за бесплатно. Ну, то есть, шантажа исполнителей. Поэтому тут тоже надо очень-очень к этому подходить. Так, дозировано по отзывам. Почему все это и происходит? Мы над этим будем работать. Отзывы в рейтинге, это немножко очень такая система, не очень. Поэтому и обманывают. Ну, если человек делает нормально, я думаю, вряд ли будет плохой отзыв. Будет. Ну, смотрите, отзыв можно поставить только... Алло, алло. Отзыв можно будет поставить только тогда, когда вы сформировали заказ и закрываете его. То есть, вот вы закончили работу, этот исполнитель подтвердил, что вы закончили, вы подтверждаете, и в этот момент можно поставить. И надо рейтинг... Не так, как там четверки-пятерки, как на кабанчике. Если четверка, то это плохо. Надо, чтобы было именно по оценкам, как-то вот оно правильно сделано. Потому что на кабанчике, если тебя ставят четыре, ну, там одну звездочку, одну не доставили, и все, это уже падение рейтинга, чуть ли не... Поэтому неправильно... Мы этот вопрос будем все обсуждать с вами еще. Обязательно. Потому что это очень... Это очень важный момент, это очень важный момент, и обязательно на нем надо будет работать. Просто когда все будет созрачно, когда они будут дурить, ну, будет больше прибыли нам. Главное, чтобы все прозрачно было. С исполнителями, ну, чтобы их как бы... Вот сама суть, чтобы исполнителя не пытаться на нем заработать, а он чтобы был тоже как бы частью, ну, как бы команды. Тогда исполнитель не сильно будет так обманывать. Я думаю, что... Со временем до 30%, может быть, до 50% исполнителей перейдут партнерами. И как бы они будут заинтересованы в том, чтобы рейтинг проекта был хороший. И они дадут советы. Вот и как вы будете давать советы, как лучше сделать программу в этом плане. У меня есть свое видение, но со стороны услышать какие-то мнения, какие-то пожелания, предложения обязательно мы будем выслушивать. Можете бы... Я бы, кстати, с Хелфи заказы брал. Вы же, по-моему, открыли, я не помню, года три назад. Что-то он работал немного в тестовом режиме в Киеве. В принципе, заказы приходили с Хелфи. По ремонту техники. Ну, не три, меньше. Еще вопросы есть? Люди говорили, что они звонили, потому что увидели на карте по Хелфи. Так, еще вопросы есть? Сергей Васильевич, хотела задать такой вопрос. Вы сказали, что договор заключает по желанию. Правильно ли я поняла, что если договор, например, заключен с человеком, это как бы он для себя перестраховался, а человек, если доверяет полностью компании, он может не заключать. Он на таких же правах будет работать в компании? Прошу прощения, у меня связь пропадала. Еще раз повторите вопрос. Ну, вы сказали, что те, кто заключают договора, это по желанию человека. Кто хочет заключать, кто нет. Я правильно поняла, что если, допустим, человек доверяет компании, он может не заключать договор, но на таких же полностью правах, как и тот, который заключил, так же работать. Я правильно поняла или нет? Ну, естественно, да. То есть вы все совершенно правильно поняли. Ну, я рекомендую все-таки договор заключить. Как говорится, это процедура такая немножко хлопотная, написать, скачать, распечатать, отослать, переслать. Ну, ее нужно сделать. Будет все. Ну, то есть это лучший вариант получается, да? Ну, я понял. Да, лучший. Да, ну. Хорошо, спасибо. Так, друзья, я буду заканчивать. Я через недельку, наверное, еще раз выйду на этот самый. Готовьте вопросы, пожалуйста, потому что уже поздновато. Всем большое-большое спасибо. Рад вас очень был слышать. Хорошего дня и, конечно же, берите себя. До свидания. Спасибо.